Добрый вечер, друзья! Материал называется «Воспоминания о будущем». Низкий поклон великим предтечам. Сейчас я буду снимать девятую серию. Это очень важно. Я уже собрался заканчивать эту серию, потому что я не могу знать о каждом из великих. Я знаю только о тех, кто занимается садоводством. Вот. И тут круг поменьше. Вот. Поэтому не так. Однажды случилась вот такая вещь. Мне прислали вот этот материал. Я не знал, что есть такой канал или сайт. Не разбирается, как это называется. Вот. Посмотрите внимательно. Кому-то еще пригодится. Правда, название довольно-таки немягкое. Вот. Ну, тем не менее. Существует, смотрите, блок посвящен тематике поиска, восстановлению утерянных искажаемых ныне смыслом. В самом широком понимании. Раскрытие влияния на человека и вовсе истории, языка и вообще мировоззрения. Последнее, самое важное, потому что я как раз из этих городских сумасшедших. Знакомство с научными теориями, отвергаемыми официальной наукой. Вот. Сейчас случилась страшная вещь. Они неотвергаемые. Они незамечаемые. Это удобнее. Потому что если не замечать, то тогда придется работать. Все-таки придется работать. Работать не хочется. Я сейчас вам покажу. Смотрите, если набрать в Яндексе, Гугле, три слова по-русски, сайт Садовод-Дожжеведово. Так. Три слова. В верхней строчке будет официальный сайт. И когда вы зайдете на него, смотрите. Здесь есть фотогалерея. Я ее показывал пару раз, но я надеюсь на новых зрителей, на людей, которым это будет интересно, потому что это самая неинтересная тема. Сейчас поймете. Сейчас мы будем про Лысенко, про Мичурина. И сейчас я знаю, как кто-то отключит эти самые ящики. Говорит. Вот она фотогалерея. Вот. Нет, это неотвергаемая наука. Это незамечаемая наука. И вдруг оказалось, сейчас долистаю. Это всего несколько лет. Это все города в фире. Вот. И вдруг, и вдруг, и вдруг, и вдруг, я еще там куча, видите. Вот. И вдруг оказалось, что здесь есть абзац, посвященный мне. И я уже понял, этот блок, это антинаука, антиофициальная наука. И нам она очень-очень пригодится. И листаем вот до сюда. Видите? Потом хотите, все это внимательно прочтете. Вот. И вот именно вот этот материал-то мне и прислали. Потому что где-то уже в горячах, если ученые где-то краем уха про меня слышали, тут же припечатали. Знаете как? А вот так. А вот так. Железнов, Лысенковец. Хотя это на самом деле не так. У меня свой путь особый. А вот. И более Лысенко с удовольствием не разбирался вообще. Вот. Итак. Практика, критерии истинные. Я буду говорить о Лысенке только то, что я должен сказать. Все невозможно. Огромные талантищи. Очень неординарный человек. И все про него рассказать не хватит никаких фильмов. А я все делаю лаконично, потому что... Сейчас объясню почему. Дело в том, что я рассказал про Греля. Я рассказал про Ламарка. Я рассказал про Дарвина. Смотрите, какие люди. Еще не буду называть две фамилии. Почему? Когда люди в могиле, они не могут за себя заступиться. Но это очень важно. Один великий наш отечественник сказал, если луч света не попадет на почку, она останется бесплодной. И вот это вот открытие послужило, стало началом страшного мракобесия. Осветляем плодовые деревья. Потому что бы туда проникало солнце до самых, да, этих... Чуть не сказал матерное слово. А привело это к тому, что деревья изувечены, искалечены до такой степени. Может быть, в конце я еще, если останется время... У меня запись всегда заканчивается на 30 минутах. А меня ругают за то, что когда длинные у меня серии, меня еще и ругают за это. Мы не способны столько слушать. Мозги мне это не выдерживать. Итак, вот такое случилось страшная вещь. Деревья с тех пор, до сих пор, калечатся неимоверно. Весь интернет заполнен советами, как уничтожить эти деревья, в прямом смысле слова, уничтожить. Летняя обрезка, осенняя обрезка, не ведая, что творят, что это дерево зарастает еще больше после обрезки, и обрастает вместо одной ветки десятки веток. Потом теряют параностойкость, теряют силы. На них набрасываются жуки, пауки, гусеницы. Полезли муравьи, их считают, расправятся с одевнечеством, их считают врагами номер один. В общем, круг замкнулся. И поэтому одну фамилию называть не буду, и вторую не буду, потому что в учебнике черным по белому написано следующее, что этот товарищ, этот великий наш соотечественник, 19 век, доказал, что души у человека нет. И это было воспринято страшно, огромное удовлетворение в общественности, прогрессивной общественности. Как обрадовались, души у человека нет. А потом войны, пытки, виселицы взорванной церкви. Учебуши-то нет. Вот про этих двух соотечественников я говорить ничего не буду. Ну и после этого выступления давайте послушаем, послушаем Железову. Это мой конёк, потому что кто-то готов не смотреть, кто-то готов слушать. Итак, примером сложения науки всему обществу на первой фазе коммунистического общества экономического строя в СССР служит агробиология Лысенко и его школа. К слову, вторым по степени очернений и оболганности буржуазной пропаганды после Сталина является именно Лысенко. Возьмём определение Лысенковщина из Википедии. Лысенковщина – политическая компания по преследованию и хермованию группы генетиков. Отрицание генетики вейсманизмом организма и временному запрету генетических исследований в СССР, при том, что институт генетики продолжал своё существование. В данном определении можно заметить нестыковки с логикой. Вейсманизм организма, то есть частный случай генетики, поравнивается к генетике в целом, а также непонятно, зачем же был оставлен институт генетики, если генетика якобы присылалась и отрицалась. Теперь найдём цитаты самого Трофимова Денисовича о генетике. «Мы генетику не отвергаем. Настоящая генетика – это мичуринская биология». Появляется новое понятие – мичуринская биология. Снова обратимся к Википедии. «Мичуринская астробиология», также мичуринская биология, мичуринская генетика, мичуринское учение – вложено новое направление в биологии, возникшее и достигшее кратковременного расцвета в середине XX века в СССР. Развивалось под руководством Несенко. Философское и идеологическое обоснование мичуринской биологии дал ИИ-презент к Ивану Владимировичу Мичурину имеет конственное отношение. Веское обвинение. Почитав дополнительную литературу, можно выяснить, что в основе мичуринской генетики лежат положения. Первое. Условия жизни растений и животных влияют на их наследственность. Сейчас мы с вами отметим ниже. А такую тонкость, которую современная наука как-то или не знает, или не замечает. Не зря этот сайт можно назвать антинаукой. Определённые, то есть современные науки, не настоящая наука. Определённые изменения условий жизни могут вызывать определённые изменения наследственности. Путём сознательного изменения условий жизни, воспитания растений и животных человек может получать направленные изменения их наследовательных признаков. Некоторые приобретённые признаки наследуются. Возможно, вне хромосомные передачи наследственных признаков. Вне хромосомные. Это как... Вот. Многие биологи-селекционеры считали, что изменение условий жизни оказывает влияние на наследственность. Основатель теории эволюции. Дарвин писал. Кстати, я с этим не согласен. И хотя я с огромным удовольствием раскрываю эту тему именно как влияние Лысенко на современный мир, но при этом я с этим не согласен. Есть третий путь. Основатель теории эволюции Дарвин писал. Изменённые условия вызывают последствия передающихся по наследству. Например, изменение периода цветений растений, перенесённых из одного климата в другой. Знаменитый американский селекционер Бирбанк, который вывел более 800 новых сортов растений, был уверен, каждая существующая в нашей взрыве растительной форме более или менее изменяется и всегда изменялась под влиянием окружающей среды. Можно также найти полузабытую цитату Вейсмана. Моя теория зиждется с одной стороны на определенных теоретических предпосылках, а с другой на отсутствие реальных доказательств. Внимание! На отсутствие реальных доказательств наследования приобретённых признаков. Знаете, почему? Никакой жизни не хватит, чтобы это доказать, именно доказать. Она может быть опровергнутой двоякой, либо прямым доказательством того, что приобретённые признаки наследуются, либо существование явления, которое не объясняется больше ничем, кроме как тем, что такие признаки наследуются. Видите как? Очевидно, что в любом случае доказательства касательных положений Мечуевской агробиологии необходимы какие-то предметы на практике или описание данных процессов теоретически. С теорией внехромостонного наследования приобретённых признаков понемногу начинают справляться. Современная наука эпигенетика. Вот-вот-вот где собака зарыт эпигенетика. Вот сейчас мы с вами-то и найдём концы. Эпигенетика в биологии, в частности, генетики. Это я уже добавил из себя вот этого цитата, который я взял из интернета. Вот. Так, друзья, вот здесь я делал перерыв, потому что я не уверен, что это кому-то интересно, кроме там нескольких человек. Хотелось бы внести ясность в эту тему, потому что с этого момента, когда я дошёл до слова эпигенетика, я понял, что заблудшая, потерявшаяся за счёт отрицания Лысенков-чины и Мичурин-чины современная наука нашла такой компромисс. Одеваться-то некуда. Вот. Там дальше будет ссылка даже на Железова. Вот. Статья очень... У неё автор Д. Донской. Я не знаю, кто Д. Донской, там нет никаких его этих самых... Там писатель, учёный, испытатель. Нет никаких этих... Просто Донской и Донской. И вот получается так, что мне пришлось подумать хорошо, надо ли расшифровывать всё это. Вот. Попробую. Что получится, то получится. И очень надеюсь, что всё-таки среди тех, кто включит этот фильм, найдётся достаточное количество людей, которые досмотрят его до конца. То, что мы сейчас будем говорить, это не шутки. Просто так получилось, что в современное время, как говорил мой приятель, выпив рюмку, поплачется, у меня дома, говорит, пятеро людей. жена, тёща, три дочки, а поговорить не с кем. Вот я сейчас в такой ситуации, поговорить не с кем. Посмотрим, будет реакция на этот фильм. Итак, описание процессов теоретически с теорией вне хромословного наследования. А это возможно в принципе? Ага. Давайте посмотрите, что получается. Понемногу начинает справляться современная наука эпигенетика. Она сама не знает ничего. Всё метод тыка, всё это. Где-то вдруг раз что-то получилось. У меня таких примеров очень много. Вот. Давайте смотреть, попытаюсь это разъяснить. Итак, эпигенетика. Я вот эту следующую фразу я взял из Википедии. В биологии, в частности, в генетике представляют собой изучение закономерности эпигенетического наследования, изменение экспрессии генов и внимания или фенотипа клетки, вызванных механизмами, не затрагивающими последовательности ДНК. Вот, что получается. Итак, жёсткая позиция генетиков, тех самых, которые противостояли гусенковцам, так, жёсткая позиция, она дала трещину, потому что всё время фактов всё больше, вот, от того, что всё-таки стереотипы надо ломать. Считаем дальше. Материал из Википедии, свободная энциклопедия. Вот. Генотип вместо с факторами внешней среды определяет фенотип организма, то есть генотипы что-то такое жёсткое, понятное, всё должно быть одинаковое, как эти, образно говорю, как овечки доли. Вот. И вдруг фенотип А отличается от Б, Б от В и так далее. При этом особи с разными генотипами, вот это такая хитрая хитрость, потому что уже учёные ну ничего другого придумать не могли. Внимание! Особи с разными генотипами могут иметь одинаковый фенотип. Чур собачий! Никогда! Ладно. А особи с одинаковым генотипом одинаковым могут в разных условиях отличаться друг с другом. Вот это да, это правильно. Вот это мы не задавали, это мы не проходили. Смотрим дальше. Я взял только один единственный пример. Почему? Потому что всё до конца не исследованы. Я бы мог дать возможность науке в прямом смысле довести испытание до конца. Такого материала, какой есть у Железова, никогда не было, нет и, наверное, не будет. Потому что у ни у кого уже нет такого запаса времени, как 37 лет. Понимаете? Нету, всё. Смотрите, я передаю моему другу Чернобаеву вот такие вот веточки вот с такими сливами. У меня их несколько сортов, но внешне они практически одинаковые. Главное обратить внимание на цвет. Вот. Он неожиданно от меня, у меня свои примеры вегетативной гибридизации, неожиданно от меня. Я не знал до самого плодношения. Привил все три черенка на разные не так, не на сливах, как у меня сливы на китайских сливах, синие на синих, а он привил на абрикосы, у которого плоды оранжево-жёлтые. Все три на абрикосы, причём на знаменитый абрикос бай, культурный. Климат у него помягче, чем у меня, чуть ли не в черте города, смягчается вонючим тёплым воздухом и прочее, прочее. И получилось вдруг вот такая вещь. Вот. Ясно, да? Значит, на вебинарах я показывал, я держал в руках эти плоды, которых не бывает на свете, я имею в виду именно вот это розовая венгерка. Мы так и назвали её розовая венгерка. Так вот, это ещё не вегетативная гиблидация. Возможно, нам кажется. А возможно, из трех деревьев два вот таких получилось. То есть, уже не кажется. Но начнётся настоящая наука исследования, если это вообще кому-то надо. В практике мы обращали науку примерно лет на 100, на 150. Вот. Вначале они не смогли этим заниматься, потому что одновременно калечили деревья, а значит количество дерева никогда не давало возможность вырасти в нормальный сад. А количество деревьев это стало манией. Знаете, как будто вся наука стала там одни маньяки работают. Секатор, резать, 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 но это проходили. Итак, вот когда истина будет открыта полностью, у меня сейчас есть и тех, и тех, по полтысячи косточек, но науке они не нужны, и когда выйдет этот фильм через несколько дней, они все равно науке будут не нужны, и уже у меня таких случаев несколько десятков, а главное, что мы должны сейчас делать, мы должны посеять вот эти вот, так, вот, они-то рядом растут, эти и эти. Может быть, по закону Мендера мы получим, но и без закона Мендера их будет большинство, дойдет до плодоношения, может, они будут помельче, но большинство будет синих. А что будет вот с этих, розовых, что будет, друзья? И только тогда, когда косточки дадут нам плоды, это второй этап, первый этап мы сделали с Чернобаевым, вот, а второй этап заключается в том, что останутся они в потомстве уже из косточек, розовая, значит, вигративная гибридизация существует. Я, друзья, снял целый фильм, где я камерой морду, извини за выражение, Чернобаеву, моему другу, наши сады одинаковые, они дублеры. Вот, и говорю, еще раз, еще раз, еще раз, привито на бобрякосы, все три, черенки взяты у меня, у меня уже нет ни одной такой розовой сливы, все вот такие, вот, все, все сорта вот такие. И вот тут момент истины это и наступит. Вот, и тогда вот это все станет где-то чушью собачьей. Вот, понимаете, когда разные генотипы имеют одинаковый фенотип, это чушь собачья, и наоборот, особые с одинаковым генотипом могут отличаться друг от друга. Вот, вот это все осталось подтвердить, потому что это пока теория, никто никогда всерьез этим не занимался. Сейчас я, друзья, забегу немного вперед, а потом мы все разогибаем долго, нудно говорить. Смотрите внимательно, вот, кыш, птица тут летает. Так, вот это мы будем говорить про эровизацию, про гигативную гибридизацию, но, но, внимание, у человека серьезнейшего, который пошел против науки, который реабилитирует и Мичурина, и Лусенко, Мичурин тоже обнуждается в реабилитации. Много грязи на него, на его могилу было положено. Вот, внимание, и он взял и нашел единственный аргумент, сейчас, смотрите, вот, проскочил, сейчас, 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 картофель, Сталин, вот, герой труда, как-то я проскочил, так бывает, я болею, поэтому я и взялся, больной, этот фильм вам рассказать, потому что иначе все, приехали, и завтра, возможно, я не смогу ничего вам рассказать, и что, кому надо, про чем все это, вот, вот, нашел я эту фразу, данный эксперимент был проведен множеством независимых экспериментаторов, что исключает возможность фальсификации какого-то сгорта, я не знаю этих независимых экспериментаторов, потому что для науки не существую, я, я был приговорен по позорному столбу словами у Железова на съезде садоводов в Россию, международно, даже, ну, шире, чем в России, вот, съезд садоводов в Россию, там были сплошные профессора, корее, эти самые, доктора наук, крупнейший товарищ абрикосовод с трибунной сказал, вот, Железов шаман, это я, а теперь внимание, вот, к слову и по сей день проводятся подобные эксперименты, в качестве примера можно привести известного в кругах садоводов В. Железова, который с помощью подобного явления выращивает мигантативно гибридизированные растения, давая следующее, проверяйте любимым экспертам. Спасибо ему. Откуда-то он человек с альтернативной науки, которая основана вот этот канал, этот блок основан на том, чтобы искать слабые места науки, там, где она не дорабатывает, где-то сказать все наоборот, все-таки единственный аргумент это работа садовода Железова. Когда я вот это прочитал, а мне прислали этот материал, я понял, что жизнь прожита не зря, вот, потому что я живу как будто в каком-то порнофильме. Серьезно, я не шучу. А почему я сказал слово «порнофильм», потому что вспомнил анекдот. Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула «Жизнь прожита зря». И вот чтобы была жизнь прожита не зря, сейчас надо брать мои материалы вот с этих вот косточки и эти, косточки и эти и теперь работать с ними. Нужно доказать наглядно, что эффективная гиблиотация существует. Юля! А, Юль, принеси мне, пожалуйста, вот эти венгерки розовые и венгерки синие. Мне надо показать на экране. Вот так вот. Ну, а теперь дальше нудное, если вы поняли, о чем идет речь, о том, что наука поступила, наступила на путь компромиссов, при этом оширмовал великих наших предшественников. Давай покажем. венгерки синие. Еще не поздно, я их продаю, рассылаю по всей стране. Прошу держать связь. Юля, можно забрать? Вот. Венгерка розовая. Смотрите, вот это чудо. Именно они гибридные, составляют основу будущего садоводца, основу настоящего садоводца, потому что венгерки гибриды это наше будущее. Сейчас я об этом скажу своими словами. Видели? Вот это еще пройдет неделя, месяца, а фильм идет через два дня. Еще не поздно, чтобы уже наука по-настоящему взялась за это дело, потому что от этого доказательства, что вот с них часть, часть, опять часть будет синих, а часть розовых, даже не важно каких больше. Даже если там у меня их 500 штук розовых, было сейчас чуть меньше, даже если там пять будет розовых, а вот этого как бы не существует на свете, как бы для науки, это будет сенсация номер один. Другое дело, что если когда-то гремели бури, неплановые съезды, восхнил, стенка на стенку академик против академиков, все это было сейчас, полная гробовая тишина, только вот это вот было упомянуто. Вот. Прошу прощения, я не отключаюсь. Даже фильм снимаю, давай через 20 минут, если не к успеху. Так, продолжаем. Жизнь продолжается. Читаю дальше. На тот момент теоретические доказательства еще не были хорошо сформулированы. Они и сейчас не сформулированы. Потому что взять и сказать, придумать новый термин, что теперь кроме самой, самой, вот, генетики уже существует эпигенетика, не хромосомное наследование, это может стать болтовней, может стать правдой, но это все настолько сырое. Повторяю, на тот момент теоретические доказательства не были хорошо сформулированы, в отличие от практических. Практические тоже, ссылка только на железо. А практические доказательства были таковы. вегетативная гибридизация открытая Мичурином и яровизация открытая Лысенко. Не знаю, зачем это все через запятую, совершенно разные явления. Суть вегетативной гибридизации заключается в следующем. Ну, для новичков, но любознательных, это пригодится, то, что здесь написано. При прививке растений выделяют понятие привой и подвой. Говоря простым языком, привой это то, что присоединяют, уточняю, я железо, что-то культурнее, вкуснее. А подвой то к чему присоединяют. Это значит морозостойчее, но невкусное. Я уже так для новичков. В общем и целом было замечено влияние подвоя на привой, суть которого была в изменении свойств привоя из-за изменения питания от подвоя. Совершенно некорректно питание от подвоя. Совершенно. Ой, как все запущено. А еще здесь не упоминается, влияние привоя на подвой, и у меня столько же фактов влияния подвоя на привой, и столько же фактов привоя на подвой. Но все-таки человек, который пытался реабилитировать, я ему все равно благодарен. Повторяю еще раз, данный эксперимент был проведен множеством независимых экспериментаторов, кто исключает возможность фальсификации и сговора. Это речь идет о 30-50-х годах. В то время 300 ученых, несколько сотен ученых занимались в прямом смысле активной гиблизацией. Потом доказать, что оно существует, они не смогли и были разогнаны. А вот здесь видите как, исключает возможность фальсификации. Их-то и обвинили в фальсификации. После чего пришли к власти другие люди и эти другие люди были невежими еще хуже тех, которых они разоблачили якобы. К слову и по сей день проводятся подобные эксперименты. Никто их не проводит. Мне, человеку, который знает больше всех в России, тысячи писем, тысячи удач и неудач, вот, который стал во главе любительского садоводства, вот, потому что профессионально и научно садоводство уснули, они продолжают заниматься скрещиванием А плюс Б, когда самый верный путь, простой и понятный, объектативная гибридизация им не то, что неизвестен, а не используется. Итак, качество примера можно привести известного в кругах садоводов железово, вот, который с помощью подобного явления выращивает вегетативно гибридизированные растения, давая исследовать и проверять их любым экспортом. Вот это да, любым, уже на моей стороне, тот, кого, этот самый, ой, не буду сейчас отвлекаться, но уже есть и доктор наук. Что касается аэровизации, дело также известное, мы сейчас ее пропустим, обработка семян влажностью, в другом месте написано обработка семян холодом, вот, это характеризует Лысенко, его достижения, а тема это подсвечена Лысенко, вот, так что нам надо, чтобы аэровизация сейчас была пропустена, потому что длинные фильмы никто не досматривает до конца, я это знаю, когда я провожу трехчасовые вебинары, потом оказывается, что средние просмотры сорок минут, и тогда я сказал себе, вот, как-то в анекдоте, жизнь прожита зря, аэровизацию мы пропустили, ну, и выводы делал человек, которого, к сожалению, у меня есть факты, он ссылается на меня, но у него таких фактов практически нет, таким образом, мичуринская агробиология не имеет никакого отношения к агронауке, там в Википедии написано, что мичуринская агробиология уже наука, и мне мордой тыкали этой фразой, потому, не имея понятия, чего нам и мне, в частности, удалось достигнуть, пока выпускали запорожцы, 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 вдруг появились лексусы, перседесы, вот, вот это произошло, но, это откровление для науки и осталось это все за пределами науки, вот, это что я вам сейчас показал, пожалуйста, это так легко доказать или отпровергнуть, да пусть все эти розовые, пускай, 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 полюбуйте еще раз, пусть они все дадут синие плоды, у меня еще 500 кострек, пусть они все дадут синие плоды, пусть, но поставим тогда в точную точку, тогда Мичурин, Железов, это самое, кем будут являться, вот те самыми, знаете, друзья, кто-то, наверняка здесь есть, кто не смотрел мои предыдущие фильмы, не смотрел вебинары, две окричившиеся на меня за критику, калечит деревья, а я сказал, не смейте, вот, со злобой написали так, Железов торгует кусочками, кусочка стоит 1000 рублей, это вранье, кстати, 25 рублей, а вот такая, что выше, 20 рублей, но я сейчас не рекламирую себя как торгаша, вот, а так как у него, он с Железов, цитируя этих самых, выпускниц, Семирецкая академика, это в наук, так как Железов пропагандирует, что сад должен быть со свободным опылением, то у него вырастут дикари и жердели, так, вот, а значит, его работа это ложь и мошенничество, вот так вот, ну, я вам показывал эту ложь и мошенничество, мне, наверное, надо еще раз показать, напомнить, потому что кто-то может вот именно сейчас включился, прямо взял и сейчас включился, еще займем несколько, вот, на фото галерея, вот это все вегетативная гибридизация, видите, вот, если вот из этого вдруг, а у меня существует отдельная папка, а там уже много примеров, что именно из косточек и семечек в чужих садах получается, ну, чуть-чуть скромнее, чем здесь, и ни одного, ни одного дикаря и же ни одной жердели, даже самое жерделистое мое растение, потом, что я косточкам этому самому Ваулину, доктору наук, дали великолепные урожаи более культурных плодов, причем разных, хотя всесенцы были из-под одного дерева манджурского патриарха, самого скромного, самого, ну, почти дикого, вот так вот, и не понимая, что творят, на мне попытались поставить крест ложь и мошенничество, а вот другое дело, да, брались косточки, семечки, с моих привитых деревьев, они получались скромнее, чуть-чуть, но сладкими, культурными, ни одного случая одичание, наоборот, все только лучше, так, вот, и это даже не послужило примером для науки, и никто не собирается перестраивать эту деятельность на моих условиях, то есть у меня есть своя, полностью, теория и практика уже полностью выстроена, которая на 100% отличается от научной. Ну, а дальше положение, ой, сейчас, наверное, уже вы устали, я уже не буду сейчас больше говорить, я пропускаю еще раз юроризацию, вот, 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 у кого интереса, тот потом еще раз включится этот фильм и внимательно посмотрит. вообщем, человек перешел границу, выставил академика Лысенко с положительной стороны, вот, я всегда говорил, я Железов отделяю академика Лысенко от агронома Лысенко. Академик Лысенко это политик, это бесконечная война, а городной Лысенко, вот, это то самое, чем сейчас должны заниматься и продолжать это, еще раз все проверить, еще раз изучить, еще раз поставить опыты, вот, и до конца решить, или поставить ему памятник, или предать забвению, а у нас это будет зависеть только у нас с вами, только от того, удастся ли доказать вот это, видите, как просто, косточки, эти прорастить, видели, сколько их, сотни две, и эти их сотни пять, это так просто, но это должно быть сделано, должно, друзья, я только из-за этого устроил вот это вот, как прийти, сейчас говорю, кипиш, вот, я обращаю внимание науки, я обращаю внимание президента Академии Наук, я обращаю внимание министра науки и высшего образования, вы знаете, что сейчас, кроме двух студенток, которые у меня проходили практику выращивания сада промышленного, ну да, и промышленного, и вообще в общем культурного сада, вот, только две на всю страну, которые умеют выращивать эти сады, а остальные пустота, пустозвонство, заканчивает институт, голова набита кучей терминов, которых сами те, кто этот составлял эти теории, тех, вы видели же вот все, что я выше показывал, это такая чушь собачья, и главное, ничего не доказывает, ничего, и пользы от этого стране никакой, понимаете, никакой пользы, вот, вот это должно быть стране, вот, и в школах надо изучать настоящую биологию, а не эту подлинненькую, где сотни тысячи непонятных терминов, где дети ее ненавидят, эту биологию, специально, что ли, все это сделали, вот на этом я, друзья, заканчиваю, давайте жить дружно, вот, нашелся человек, который все-таки сделал на меня ссылку, и редкий случай, когда он попал в точку, у меня действительно есть доказательства, вот они вегетативные гибрины, здесь еще много, только вот надо ниже открывать, 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 вот, вот это и есть вегетативные гибриды, почему, потому что таких в природе не существует, это свойства проявились, и предков, которые были культурнее, не дичей, а культурнее, я за это тоже схлопотал, за этот термин, что когда человек появился на земле, культурное растение, да еще лучше, крупнее, слаще, эти уже были, понимаете, были, 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 вот, и надо как-то мне составить отдельную папку, чтобы из этих еще тут не все, не все еще, вот, из этих и еще десятков других, чтобы эта папка ошеломляла, потому что везде, или моя вот рука, или мои фотографии, или фотографии моих детей, внуков, в качестве доказательств, или фотографии линеек, вот этих вот, потому что благодаря линейкам было украдено сотнями сайтов, мои вот эти фотографии были украдены, вот, и разоблачены, в частности, из-за линеек, вот, только что сейчас мы уже не будем их искать, и эти доказательства, главное, чтобы вы мне поверили, большая просьба, о науке я советую, да проснитесь вы, ну, пожалуйста, вы видели, какие термины, как они обтекаемы, уже эпигенетику придумали, уже не знали, потому что, ну, что ты будешь делать, ну, генетика, уже столько людей загубили этой генетикой, и по тюрьмам, по тюрьмам. Субтитры создавал DimaTorzok